Итак, всем привет, с вами ДопК, продолжаем играть в Age of Империализм за Францию В прошлой серии мы нереальную промышленность воздвигли Теперь начинаем военные заводы клепать И сейчас идем к ячейкам исследований Здесь они сделаны решениями, и это выглядит очень правильно На мой взгляд, накачаем мы все стабильность скоро вот этим вот Если видите, уберем минус 10, минус 10 и поставим еще сверху плюс 10 То есть будет как раз 30, мы дойдем до сотки И сможем нажать оба решения Так что нам только накопить палитку нужно для этого Поехали И у нас новая новость Румыния присоединяется к Рейхспакту Рейхспакту растет потихоньку А тут Италия присоединилась Мне вот интересно, какая будет расстановка сил Я вот еще тоже не очень уверен Как тут Рейх объединится и объединится Вот миссия по объединению народов Дуная Да, они все-таки объединятся Возможно Блин, вариантов там много, у них здесь союз Германия здесь союз Мы пока вообще одни Просто вот что мне интересно, да То есть в теории мы можем с Россией заюзничаться И у нас на это есть в принципе фокус Вообще без проблем мы можем это сделать Ха-ха, тема заиграла, соответствующая Так вот И это полезно на самом деле Вот здесь вот этот баф очень крутой Мне нравится На авиацию В целом, в целом неплохо Но Здесь тоже есть опция Тройственный союз Италия И Дунайский рейх То есть мы можем сделать тройственный союз наш Собственный Здесь такого бафа нет Но здесь есть военные эксперты Тоже очень 15% спецвойск И 15% скорости организации при движении Тоже безумно сильный Но как к этому выйти? Как к этому выйти? Надо, чтобы хоть кто-то Возглавлял альянс То есть, ну, к примеру, мы И Ну вот видите, Италия уже в респакте И я не знаю, смогут ли они Видите, они, видимо, сюда вот пошли И все В общем-то непонятно Непонятно Но мы будем сидеть и развиваться Если мы станем достаточно сильными Нам, в принципе, может альянс вообще не понадобится О, России первый вертолёт Так понимаю, здесь сделали Да, смотрите-ка У него может быть основано оружие Ну, в этом моде я такого не видел По исследованиям С игрой можем уже еще один слот поставить С политфокусами мы полностью закончили Вообще полностью Туда мы можем больше не смотреть никогда Здесь у нас есть еще доступен А нет, здесь у нас тоже все У нас остались только военные фокусы И исследования Собственно говоря Что нам нужно вообще? Нам было бы приятно Вот сюда выйти В нефть В верфи Еще больше верфей А потом интегрировать их И получить это все в себя Но видите, здесь минус стабильность И поддержка войны Так что, пожалуй, сразу мы это делать не будем Насколько нам хочется союза с Россией? Наверное, не хочется Я не люблю делить ворскор Так что, что мы пойдем? Давайте в авиацию, пожалуй Я вижу, здесь есть стоимости Да, давайте мы идем в авиацию Пожалуй В истребителе вот до сюда, наверное, стоит взять Поехали И вместе с этим мы берем себе Авиаконцерн Я полагаю, вот этот Атака, маневренность и дальность Да, отлично Я думаю, вот это чудо будет нашим танком У него просто безумно большая броня будет Просто, ну, 130 броней Это реально безумно Потому что мы можем себе позволить Производить дорогие танки И я хочу, чтобы наши средние танки Были непробиваемые Поэтому у нас наклонная броня Поэтому у нас максимум здесь прокачка Я еще поставил сюда вот скорость Вместо надежности Которую я обычно ставлю Потому что у нас, в принципе, надежности и так хватает Более того, я бы, наверное, даже поставил сюда прорыв Но, наверное, это в следующей модели И нам, на самом деле, радио не хватает Он только первого уровня Пушка тоже можно апнуть Но это все нужно дополнительное исследование Очень дорогой танк Но я думаю, мы можем себе его позволить Поэтому давайте Моделька, конечно же, не подходящая Но что поделать Ну, какую-нибудь простенькую Давайте-ка Давайте такую Поехали наши новые средние танки Венесуэл еще присоединился к Рейхспакту И мне вот интересно Это у них особые фокусы или... Нет, это фокусы, я так понял, общие Ну да И они просто по общим фокусам могут присоединиться к Рейхспакту Судя по всему Что, ну, у многих стран такие вот фокусы выглядят Так что да Так что они просто... Просто заходят в этот альянс Потому что это один из возможных альянсов И Германия становится потихоньку сильнее и сильнее Германия нарушает нейтралитет Пельки Вот это опасно Германия, видимо, начала действовать И она стала их марионеткой Я не зря сюда только что армию поставил, видимо Нидерланды присоединяются к Рейхспакту Ужас Становится сильнее, это правда Он реально становится больше и сильнее И Британия стоит во весь рост, смотрите-ка Видимо, они уже восстановились Акзабританика, ну да Но ничего, мы готовим уже наш флот Очень не спеша Ну, кстати говоря, смотрите-ка У нас снова пропаганда успеха появилась Но нет, мы уже, пожалуй, будем Стимулировать военную промышленность Потому что мы сейчас строим нереально военные заводы уже С 11 ТНП, кстати говоря, подросло оно Видимо, вот расширение флота и стратегические ресурсы как раз-таки Но это терпимо Все еще Все еще это очень мало Только что было вен, который снял мне стабильность И у нас сейчас реально 99 А здесь нужно больше, чем 99 Ну, надо сейчас кнопку вот эту нажать, судя по всему Ну да, а что нам еще делать? Параллельно мы уже начали шпионскими Этим вот действиями заниматься Промышленные чертежи крадем И внедряемся потихоньку во все сферы Германии Аргентина присоединяется к Рейхпакту Здесь реально все страны потихоньку будут присоединяться И то, что все выбирают Германию Меня немного напрягает И Рейхс включает в себя Люксембург А Германия реально усиляется Но ничего, ничего Мы тоже будем готовы Кроме того, наша промышленность все-таки побольше вашей будет, немцы По военному слову, конечно, мы чуть-чуть отстаем Но это меняется, меняется Так, смотрите-ка, Чили присоединяется к Содружеству наций Это вот в Британию, получается Да И ЦИН вступил в союз с Содружеством наций Господи Альянсы-то реально становятся, но просто безумно страшными Россия только не увеличивается Ну и мы стоим, так сказать, особняком одни с себе Сами себе Перу Гриспакт, господи Ну да, здесь, короче говоря, в один момент Испания Содружества наций В один момент, я так понял, начнется просто заруба между всем, буквально, миром Каждая страна будет в войне И у нас стабильность до сотки ровно не хочет никак дойти Мне это очень расстраивает Я не могу никак нажать вот эту вот ячейку И мы получили бонус в промышленности Сказать говоря, это, на мой взгляд, очень неплохой результат Давайте сразу же новые отправим Действия делать И снова внедряться в правительство, тем временем нашими другими агентами Это сколько? 300%, верно? О, да, это 300%, так что мы идем в новое строительство С этими 300% Норвегия в Содружество наций входит Блин, ну... А, здесь уже тоже... Ага Мы просто, ну, окружены теперь Какими-то альянсами, буквально Если как в Швейцарии, которая ни в каком альянсе И у них общий сфокус, так что они тоже войдут в какой-то альянс в один момент Ну что ж, сможем ли мы остаться в одни? Неизвестно А еще... Можно мне, пожалуйста, стабильность до сотки уже хотя бы? Как же это меня бесит Короче говоря, сделаем мы вот так Поставим все советника на стабильность Нажмем эту ячейку Получим ее И потом ее сменим обратно А, забавный факт У нас есть палубные боббардировщики вот такие Есть возможность сделать их вот такие Ха А, шутка в том Шутка в том Ну да Что Вот эти вот Я так понимаю Неисправленные прошлые Они же сильнее, чем Вот эти новые Но Пожалуй, я не буду это обузить Потому что, ну, очевидно Вот этот самолет 18 атаки Будет чуть эффективнее Чем если я сделаю Его вот так Да, давайте не будем обузить Сделаем просто простенький Палубный бомбардировщик Морской И мы делаем самый простой Потому что там Никакие характеристики Кроме морской атаки Не важны В принципе А истребители мы на наши Авианосцы вешать не будем Так, с этим мы тогда все Добавный факт И мы можем уже Делать наши самолеты Но надо чуть-чуть Еще дождаться Новых техов Здесь еще есть Крутые заветники дальше То есть мы здесь взяли атаку Потом мы взяли здесь Венера брони Потому что мы будем делать Кучу танков В принципе, это видно По нашему производству И дальше у нас есть Еще один планировщик персонала Смотрите-ка Здесь тоже интересный баф Но вот это вот Допустим, не так сильно Как остальное Это вот приятно Да, но не так Вот здесь вот 15 насечной надземной атаки Чтобы вы понимали Это буквально Плюс 15 к атаке дивизии Потому что У нас Базовая атака ночью Это 50% И мы из 50 Делаем 65% А это как раз таки 30% Да, и мы делим на 2 Потому что это только ночью То мы реально получаем Плюс 15% к атаке дивизии И это безумно А здесь плюс 5 Потеря организации Блин, конечно Потеря организации Скорость восстановления Это тоже приятно Пожалуй Но нет, нет, нет Давайте Значит, надземная атака Это очень сильно Опять же 15% атаки Это все-таки сильнее Чем Чуть восстановления Ну, чем 10 Здесь атаки Либо 10 восстановления И 10 организации Я думаю Все-таки 10 атаки Чуть попрофильнее Учитывая то, что мы Еще здесь взяли атаку Настакиваем себе Побольше Германия уже встречает Контроль над Скандинавией Ладно, ничего не поменялось Как и было Скандинавия Так и осталось Под Германией А у нас как будто Пропал Шпион Ну да Австрия объединила Империю Ура Австрия получается Авиационное шоу В Москве Ага Великие маневры Гранд Армии Это как раз-таки Французская наша Армии, наверное Раз это французское слово Не верят события Ага Большое количество Журналистов Отлично Отлично Отличное учение В шампании Ну мы идем дальше В Я так полагаю Сюда В бафон Для наших Азартинет Вот Да В принципе Все нам полезно Взять Плюс-минус Так что Поехали Ну начнем Вот сюда Наверное Пойдем Хотя Нет, давайте В бронетехнику Да В бронетехнику И потом Вот сюда Пожалуй И нам Нам бы исследовать Механизированную пехоту Тем временем У нас здесь видите Куча исследований Не сделано Ну ну просто У нас было все Три чеки Дальше заполняем Наших советников Опыт авиации Просто Просто координация Плюс опыт Окей Не так интересно Здесь Подожди Глава департамента Истребители Ага То есть мы можем Флот бафнуть себе Либо штурмовики Либо истребители Пожалуй Я думаю Это будут истребители Координация Кстати говоря На самом деле Неплохо Это вроде как Повышает шанс попадания И возможно Я бы его переставлял Перед морскими битвами Но пока что Точно нет Дальше Что у нас тут есть Преосудство воздуха Вот наземная поддержка Сильно И пожалуй Это самое сильное Что здесь есть Так что мы его и берем Размещение 5 Скорость 4% Атака подводных лодок Ага Это Короче говоря Вот это для подводных лодок Здесь еще и по-моему Денец как раз таки На фотографии Так сказать Но наверное Возьмем себе вот это Все таки 8 атаки Это много И останется лишь Сюда поставить парня Какого-то Расстратить Сайдер реакторов Ну вот этого возьмем Наверное Просто Блин Эта прошлость Это просто какое-то безумие 120 эффективности Еще сверху 100 объема заводского производства Просто посмотрите Как мы делаем Эти танки Это реально безумие У нас уже 94 военных завода Германия Что у тебя? Ну вот мы и Опогнали Германию В этот момент Мы получили бонус В категории Авиация Это что Просто 10%? Это как-то Грустно нам Дали Ну ладно Давайте дальше Промышленные чертежи Продолжаем Красить У немцев Их технологии Потому что Почему бы Как бы и нет И Нанимаемся Немцев Шпионов Германия Чувствует Угрозу Крепости Крепости Германии Которая защитит От противника Оборонительную позицию Ага Ну что ж Немцы Защищайтесь Да? Потому что Мы к вам В один момент Придем Будем бы Воевать с Респактом И думаю Все-таки Другой вопрос Что нам придется И порты укреплять Одновременно И наступать Италии В Германии В Пенелюксе Одновременно Но хорошая новость В том Что Это все Должно капитализировать Вместе с этими ребятами И давайте Все-таки Возобновим В союз с Россией Я так подумал Уже не обязательно Их звать Во войну Я надеюсь Не будет никаких Криптовых Призывов в войну У нас куча Просто технологий Которые мы Не исследовали И нам еще Нужно исследовать Просто Ну безумно много И здесь еще Есть техи Здесь еще Куча техов И танки Уже скоро Новые подойдут Но хоть Самолеты Мы зарашим Пораньше Вот Но в любом случае С Россией Думаю Мы вступим в союз Потому что Эти бафы Ну просто Безумные Особенно Вот это вот Наверное Куча опыта Плюс 15 асов Это все сильно А войну Мы можем Не призвать И все Отлично у нас будет Ну а если Вдруг понадобится Да и призовем У нас Кстати говоря Заспаунивалось Три вот таких Вот дивизии Блин Они неплохие Это правда Но я бы Конечно Хотел все равно Сделать свой шаплон У них слишком мало танков На мой взгляд Мы сделаем Отдельную Танковую армию И И потом поменяем Потому что у них куча опыта Это полезно Когда я доделаю свой шаблон Пока что он еще Очень далек От финала То там уже Мы можем сменить Вступаем в союзники Северная Африка Вступает в союзники Окей И сотрудничать с Российской фоновой биржей Плюс 300 политики И какой-то Бонус на все исследования Я не знаю что это такое Но скоро узнаем Заканчиво у нас строятся авианосцы Это значит что мы сейчас Доисследуем себе Тяжелые корпусы Третьи Будем строить себе Линейные крейсеры И идем мы в Господи 100 опт армии 50 авиаций Безумно много Что-то вот такое Я думаю мы будем строить Успеем построить Скорее всего не так Что и много их Но мы сможем Строить одновременно Четыре Как и с авианосцами Давайте-ка Вставляем заказы 29 Да Поехали Ой я украл у него Переработку нефти четыре Кайф Это приятно было Уже Это прям реально Приятно и полезно Я бы даже сказал Давайте Следующую заряжаем Операцию Нужна Марианна Обязательно Потому что у нее Бомбчик сейфов Она сразу Делает перспективы Отличными И заряжаем Остальных агентов Которые Не находятся На шпионстве Все пускай Отправляются И сразу же опять Недрение в правительство Потому что нам нужно Докачивать Нашу промку И решил себе Добавить еще САУ В нашей дивизии Давайте-ка Их тоже будем Производить А понадобится Наверное чуть поменьше Потому что Прихода я ожидаю Много увидеть Все в первых Атак она В принципе Пригодится Немцы Вот делаются 12 Заводов на танках Так что С пехотой Мы будем воевать Очень активно Ой смотрите-ка Мы можем Вступить В общее Исследование И конечно Мы возьмем Российский Слушайте Надо было Сделать это Намного раньше Минус 3 ТНП 10 стабильности 15 ресурсов На продажу И можно Продолжать Вау Это Прям Очень сильно Для нас Ну у нас 54 технологии Можем исследовать А что По поводу Россия Я не вижу Здесь в Россию Кстати говоря Ну да Может я просто Слепой Ну ладно В любом случае Бафы Очень Приятные Для нас Это Это же Вроде по фокусу Там получили 50% Они просто Все исследовали А мы отсталые Вроде да А еще я вижу Что у нас партия Не слишком Тай популярна Поэтому давайте Кван Арестовать Оппозицию Кнопка За 15 стабильности И мы ее Нажмем И все Все еще 100 стабильности Прекрасно Но Популярно Стоит поднять Это нам Уже не нужно Мы можем Пойти Вот сюда Тотальная война Добавится Для нас Это Где-то Или Просто Нет Это просто Идея Будет Тотальная война И экспансионизм Добавится Это уже там Да Я не вижу Зачем бы нам Это нужно Было сейчас Теперь вот Что сделала Германия Видимо И там Мы можем Спокойно Нападать На Германию В теории Но давайте Уже Разбиваем Наши колонии Как я и говорил Получим Здесь кучу Промышленности От них Опять 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 Я Вот Вспоминаю Про Года Да Вот Это Тоже По-моему 40-й Год Так Что Радио Еще Дальше Чем Флот Стоит Требования Австрии Я Этого Стоит Видите 51 Здесь Стоимость 69 67 69 Лучше Вот такие Но Чуть Меньше Защиты Чуть С меньшим Радиусом Но Зато У нас Их Будет Больше Они Будут Ну Безумно Сильными Все говоря Я вот Не замечал Но Португалия Тоже В нашем Альянсе Теперь Ну В российском Альянсе Это Любопытно У нас Получается Есть союзник Еще Из-за Испании Просто Я не уверен С Испанией А Испания В Антанте Окей Ну Союз Британии Там Кстати говоря Умер Король Что Ж Поделать И мы Да Начали делать Наши истребители Кучу танков Просто Давайте-ка Сократим их Все-таки И нам бы делать Еще бомбардировщики Тоже Было бы приятно Нужно подумать Только что мы хотим Делать Я бы возможно Хотел делать Средние Но я понимаю Что штурмовики Тоже Очень нам Пригодятся Так что Давайте-ка В Карабата Кстати говоря С Румыния Мне сейчас Что скажется Что Румыния Сейчас Дунайская Федерация Начинает воевать Вот Хоть и горьких Поддержка Прекрасно И Это значит Что Вот-вот Начнется Сейчас Заруба И нам бы Подсосаться Так сказать В нужный момент Мы все-таки Наша Такая армия Уже Ну Наполовину Готова Мы можем Уже ей Воевать Делаем Вот такие Вот Штурмовики Пожалуй Выглядят Они тоже Нормальными Конечно же Иконку Им поставим Какой-нибудь Пост Солидний Допустим Вот эту И тоже Закидываем В производство Так Смотрите Да У нас все-таки Есть проблема С русским И американским Я так понимаю Русский Антиимпериализм Да Должен быть Ну да Да Сочи Мероприятие Российское Получается Не американское Потому что до этого Был американский мир Про события в России То же самое И Дунайская Федерация Только что Объявила войну Всему Рейхспакту Это точно Не то Чего ожидали На самом деле Французские генералы В этот момент Я подозреваю Я думаю Они сейчас были Абсолютно уверены Что Австрия Отступится Но Это для них Было поводом Начать действия Они были Не совсем готовы Но армия Уже была Боиспособна Более того Это означало Что начался Конфликт между Рейхспактом И Семь Содружеств Нации Ведь Австрия Находилась Именно в ней Но я Считаю Что Дунайская Федерация Не продержится Достаточно долго Все-таки Она окружена Полностью Противниками Мы Тоже Я бы не сказал Что сильно Готовы К этому конфликту У нас еще Видите Лейные крейсеры Готовятся Пока что У нас Флот не готов Нам бы колонии Еще интегрировать Все-таки Это ну Очень много Нам даст Вот эта нефть Эти нефтепрерабатывающие Заводы И самое главное Смотрите 6 6 12 Верфей Это позволит Нам буквально Еще 2 С половиной Корабля Строить Одновременно Это скорее всего Будет еще Одни легкие Крейсеры И эсминцы Так что Несмотря на все это Несмотря на все это Я думаю Мы уже В начале Средней серии Вступим В эту Войну А это Подошло К концу Ребят С вами был Лобгай Обязательно Подписывайтесь На канал Если еще Вдруг Не подписаны Ставьте лайк Комментарий И До скорых Встреч Пока Продолжение следует